Девушки отдыхают Девушки отдыхают Наша цель сохранить и спасти то, чтобы не в состоянии создать сами Спонсоры передачи Спешите спасти планету Это последняя серия нашего фильма Спешите спасти планету Мы побывали во многих странах мира Ознакомились с огромным разнообразием проблем защиты среды Уничтожение тропических лесов Исчезновение дикой природы Отравленный воздух наших городов Загрязнение рек, океанов Изменение климата в глобальных масштабах Окружающие нас Природа переживает тяжелый стресс Успеем ли мы Спасти нашу планету Что до тропических лесов они исчезают Со скоростью одинакро в секунду Эти леса исчезнут через 30 или 40 лет Унеся навсегда треть видов растений и животных земли И все это в период нашей с вами жизни В 2000 году Климат земли потеплеет больше Чем за период сотен тысяч лет Если мы ничего не предпримем То произойдут тяжелые катастрофы Легче всего Ощущать беспомощность Перед лицом таких грандиозных проблем Но мы можем Должны много делать по-другому Чем делаем сегодня Мы можем жить на планете Не разрушая ее Конечно, многим не понравится Что нужно искать иные пути Изменять образ жизни Методы действий В этой серии мы стремимся показать Как такие перемены все же происходят Есть среди нас люди Которые решительно взялись за дело Среди них политические лидеры Организации Совсем простые люди Они делают у себя Масштабы общества Замечательные вещи И это действительно убеждает Да, все зависит от нас От каждого человека Мы платим высокую цену Я думаю Теперь или никогда Да Да Субтитры создавал DimaTorzok Моя жена больна раком Она прикована к постели Я уже потерял брата Невестку Многих друзей Два года Медицинские службы Госдепартамента Уверяли нас Что наши отношения Предвзяты Но люди видели Их друзья Соседи Умирали Передо мной пример Моей дочери У младшей дочки Непроходящее раздражение На коже Меня пытаются Уверить Что я предубежден Я не предубежден Я просто разгневан Отдел здравоохранения Госдепартамента Призван Защищать Мое здоровье И здоровье Моей семьи Однако Они этого не делают Или делают В последнюю очередь В последнюю очередь В последнюю очередь В последнюю очередь Я бы сказал Это все равно Что идти в бой Чтобы защитить Свой дом Свою жизнь Иначе Это все равно Что пустить в дом Негодяя Который будет Бить ваших детей Уничтожить семью Я не могу Этого допустить Я не могу Я не могу Это все равно Я не могу Я не могу Да, надо подниматься На защиту Если сам себя Не защитишь То кто же Это длительная борьба В ней много препятствий Если в нашей стране Начинают закрывать Особо токсичные свалки То это не потому Что правительство Нас облагодетельствуют Просто люди стали Достаточно Информированы И подготовлены Завтра митинг В 6 часов 30 минут Вечера Приходите Когда мы буквально кричали Взывая о помощи Нас просто никто Не хотел слушать А потом пришли к нам Люди Из организации Гринпис Некоторые даже Жили в моем доме Они оказали нам Большую помощь И поддержку Научили как действовать Раньше нас никто не слушал А организации Гринпис Совсем другое дело Они сказали Мы поможем Научим как выстоять Не давайте себя запугать Никаким выборным лицам Чиновникам На плакате надпись Свалка закрыта Еще одного жителя нашего города Недавно обнаружили рак Мы не можем дальше Допускать убийства Правительство должно прекратить это Если вы хотите знать Почему мы протестуем Мы ответим Мы сделали выбор Мы поступаем так В память о людях Которые умерли Подумайте о детях Посмотрите на них Мы не можем допустить этого дальше Довольно Хватит Тот, кто так думает Присоединяйтесь к нам Именем властей штата Калифорнии Именем ее народа Мы и есть ее народ Вы арестованы Как нарушители закона Мы народ Калифорнии Это наша страна Каждый из нас несет ответственность За происходящее Нужно остановить эту беду Когда думаешь о масштабах Таких несчастья Легко впасть в отчаяние Но мы знаем Что необходимо сделать Каждый человек Просто обязан Работать над решением проблемы Однако в одиночку Мир не спасти Не спасти его И в любой отдельно взятой стране Можно добиться цели Только действуя сообща И так Каждый в отдельности И все вместе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы это ощущаем Мы это ощущаем на себе сразу Можно даже закрыть нос И добежать до своего подъезда Закрыть все двери и окна И сидеть и никуда не высовываться Вот так мы ощущаем это все Ну да Где будешь выйти? Ну такие были бы У вас в новоземельное время А зимой? Зимой Немножко задыхаешься? Да Как это происходит? Не знаю Не знаю Мы никогда их вообще не открываем Окна мы не открываем Потому что они бензин дает Очищенный Бабуля скажите А как ваши внуки переносят Вот здесь наш воздух? Как они себя чувствуют? Наши внуки Все братья Только многодетные одни И все мучаются Во всех У кого не дед Мой ребенок рвет У малого ребенка кровь А в садах тоже самое Сады зоны Садов много Никогда Я живу в их семье Я же живу в их Они мне кормят Мне пенсии маленькие Как же вы с них Хочется Я его сейчас видела Я просто Вот у меня панка в руках Я наверное ему Пусть это мне может быть Я буду не права Но я ему просто Могла бы От палкой От палкой вот этой Панкой отгреть Вот этой вот палкой Для чего его выбирали? Потому что для чего? Мы надеялись Мы надеялись Алло 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 Это нефтепервобатывающий завод? Здравствуйте Скажите пожалуйста Звоню вам Уже какой раз Никак не могу дозвониться Что у вас сегодня Опять происходит? Такие жуткие выбросы В такую жару И совершенно нельзя даже Окно отка Максим Ты сегодня как себя чувствуешь? Нет Да так себе Голова не болит сегодня? Чуть-чуть побаливает Гулять сегодня не пойдешь? Фактически сдвигается сегодня Вот к этой насыпи Насыпи Уменьшение Уменьшение Забрезнение Окружающей среды Вот и товарищ Не стоит веселиться Полякин Пожалуйста Пожалуйста Этот факел для жителей Братеева означает символ медленной смерти Мы, вставая утром, идя на работу, видим перед собой этот факел И вновь ощущаем потребность бороться за нашу экологическую ситуацию в Братеево В общем-то, это у нас единственный выход, это бороться за свою жизнь и за жизнь окружающих людей Потому что все, в принципе, в наших руках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Байкал, да, несет некий нравственный аспект для народа И его недаром называют священным озером Байкал сейчас учит другому Учит тому, что мы должны понять то место в природе, которое отведено человечеству И относиться, соответственно, к природе, как ее часть И с точки зрения жителей Москвы, мы не можем уединяться на своем микрорайоне Почему? Потому что пойма реки Городни, пока он будет, этот парк, в пределах 20 гитар, напротив второго микрорайона, где у нас на схеме, когда мы на референции... Не будь гласности, конечно, не могла бы вот быть это со мной, это экологическое движение Я прекрасно помню те времена, когда на эти темы запрещалось нам писать Когда все вопросы о загрязнении Ладожского озера, о состоянии воды, экологии и так далее, снимались, вычеркивались и так далее Сейчас мы этим занимаемся Вот это наш хлеб насущный, вот это облегчение для нас Но нигде никому не записывали, что это карская вода А вот сырмонеллезы тоже... Сноса никто не помнит через воду, старается не пояснить и в коем случае А вот я недавно слышала сообщение, что даже были смертельные исходы в Англии, а у нас? Первое и самое страшное содержание определяется любым ленинградцам и любым жителям Вы поднюхаете воду и она пахнет, имеет аптечный запах То есть в ней присутствует фенол Фенол это яд, который не выводится организмом, а накапливается по мере употребления этой воды Солдовая птицов Веселая птица В конце концов, мы уверены, безусловно, что сооружение этого комплекса позволит выполнить свои задачи и не будет решающим образом влиять на экологическую обстановку в Невской губе. Но не надо быть специалистом, не надо быть ученым для того, чтобы понять, что вот это остановленное движение воды, которое было остановлено этой дамбой, не может не сказаться на состоянии Невской губы. Это стала стоячая вода. Первейшей проблемой для каждого ленинградца. Нас воспитывали, что человек это царь природы. Но человек не царь природы. Человек только маленькая часть природы. И если мы будем продолжать нарушать равновесие, то естественный конец — это не гибель природы, как говорят, это гибель человека. Природа останется. Она просто смахнет с земли человека и дальше будет развиваться сама без него. Редактор субтитров А.Семкин Я считаю, что экология и экологические проблемы — это та нравственная основа, на которой, в общем-то, возможно, так сказать, объединение всех людей. Потому что экологические проблемы не имеют государственных границ. И если мы сейчас не сумеем объединить наши усилия, то мы просто потеряем нашу планету. Субтитры А.Семкин Субтитры А.Семкин Субтитры А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры А.Семкин Субтитры А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Радуга» «Всё, Ф Субтитры создавал DimaTorzok 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 к местным проблемам, к проблемам сегодняшнего дня, то есть к тому, что буквально находится под руками. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, иногда и мне приходилось падать духом, ведь проблемы экологии необъятны. И другим людям такие дни тоже выпадают. Но с другой стороны, я вижу горячее стремление людей сделать все, что могут. И, например, вижу фермеров, которые счастливы, когда им удается достичь таких успехов на своем поле. То я теряю надежду таким образом, и то вновь ее обретаю. И все в большей и большей мере. КОНЕЦ Людям сегодня хорошо известно, что разрушение почвы и сведение тропических лесов – прямой путь к катастрофе. Но перед ними одновременно стоит задача – бороться за свое существование уже сегодня. Когда такие задачи вступают в противоречие, временами это означает требовать от человека слишком многого. Только если человеку обеспечено выживание и сегодня, мы можем говорить с ним о завтрашнем дне. КОНЕЦ У нас нет иного способа спасения среды, кроме улучшения условий жизни людей. Такая связь проблем оказалась неожиданной для многих людей, оказавшихся перед выбором экономической развития страны или сохранения среды. Однако необходимы то и другое, и такое совмещение возможно. КОНЕЦ Мне 52 года, и с 8 лет я рыбачу. Море – наша жизнь, наше здоровье. Моро 1Е МОНЕЦ По-на-Монайте! Продолжение следует... Нет никакой возможности решить проблему Средиземного моря силами отдельно взятой страны. Загрязнение не знает границ. Нет барьера, который воспрепятствовал бы его проникновению в страну по соседству с той, где загрязнение произошло. Поэтому лишь объединенные усилия государств смогут решить задачу спасти Средиземное море от загрязнения. Продолжение следует... Поистине это нелегко добиться, чтобы страны севера и юга... Развитые и развивающиеся государства, большие и малые, разработали нормы и правила в деле сохранения среды и имели к нему общие подходы. Средиземное море называют колыбелью цивилизации. Нам надо забыть о любых разъединяющих факторах и сосредоточить внимание на проблеме, в равной степени встающей перед всеми нами. Продолжение следует... В развивающихся странах необходимо создавать собственные группы экспертов. Они призваны анализировать ситуацию, конкретные причины ее возникновения. Правительство хочет иметь информацию от людей, которым доверяет. Продолжение следует... Продолжение следует... Я родился в стране, которую окружает море. Я люблю его. Люблю все, что с ним связано. Бизнес на море, прогулки на яхте, плавание. Я чувствую, что обязан защитить его, защитить свою любовь. Я могу сказать, что мой любовь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Защитить море... Защитить море... Защитить саму жизнь. Мы просто обязаны передать грядущим поколениям чистое море. Такое, какое мы сами получили от наших предков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова 20 лет тому назад было трудно поверить, что главы государств сядут за один столб, чтобы рассмотреть такую проблему. Ведь среди них государства с различным политическим устройством, находящиеся на разном уровне экономического развития, с разным отношением к историческому прошлому. Но, как оказалось, они успешно могут работать вместе, поскольку сегодня существует явная необходимость в сотрудничестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нужны неотложные меры, чтобы защитить озоновый слой атмосферы, укрывающий Землю. Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, впервые в истории большинство наций мира решило предпринять меры в защиту среды, пока в этой области не произошло необратимого переворота. Над Антарктикой некоторые слоя озона разрушены. Руководители стран приняли решение о контроле над химическими веществами, угрожающими озоновому слою, хотя до конца источники его поражения еще не изучены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Считаю, что в протокол нужно включить статью, закрепляющую, что чем больше государство производит вредных веществ, тем больше их сокращение оно обязано произвести, пока это не отражено в протоколе. Субтитры создавал DimaTorzok Нужно дополнение к протоколу. В стране главную роль в защите среды играет не протокол. Главное действующее лицо – движение людей в защиту среды. Они-то провели широкую кампанию, перешагнувшую рамки всех протоколов. Субтитры создавал DimaTorzok Вместе с тем мы не можем не считаться с надеждами людей на лучшую жизнь, связанные с неуклонным экономическим развитием. И нам необходимо сотрудничеству миллионов людей, готовых менять свои привычки, образ жизни, отношения к покупкам. Только на этом пути мы сможем с честью решить самую тяжелую проблему, с которой столкнулась человеческая жизнь на нашей планете. Существовавшая естественная природная система поддержки жизни на Земле терпит крушение. Вы и я в течение нашей жизни и не испытаем на себе ужасных последствий этого. Но мои и ваши внуки, мадам, премьер-министр, не минуют этого. Мы в долгу перед молодым поколением сделать все, что в нашей власти, чтобы их жизнь прошла на живой, а не мертвой планете. КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы хотел произнести тост за присутствующих советских гостей. Наши страны соперничали очень долго и с разрушительными последствиями до окружающей среды и живущих в ней людей. Я считаю честью для себя участвовать в этой встрече, положившей начало позитивному использованию наших талантов. Я поднимаю бокал за мир, за выживание нашей планеты. Обращаясь к собственному опыту, могу сказать, через 10 лет вопрос о соперничестве в области ядерной энергии станет устаревшим. Только решение экологической проблемы определит наше будущее. В течение последних лет мы поднимаем именно этот вопрос. Экология и есть ключевая проблема национальной безопасности. Развивающиеся страны готовы сотрудничать в области защиты среды, но необходимо заново определить наши условия. Наше развитие не должно приноситься в жертву. Новые технологии, сочетающие эффективность и защиту среды, могли бы быть переданы нам. Однажды президент Рейган сказал, если бы существовали марсиане и пришлось бы защищать планету, то русские американцы объединили бы свои силы. Но сегодня наш противник куда сильнее. Важно, чтобы уходя из дома люди не забывали выключать свет. Это далеко не мелочь. Это небольшое сбережение энергии вам покажется пустяком. Но ведь это делают миллионы людей на планете. И вместе это много. Затем нужно сберегать энергию при пользовании автомобилями, а также на фабриках и заводах. Вместе это дает большой эффект. Мы должны обратиться к политикам и сказать им, мы ждем верных решений, не только в области экономики. Развитие должно идти так, чтобы не вредить среде. Если вы не найдете правильных решений, мы найдем людей, кто сумеет этого добиться. Думаю, что мы делаем сейчас большие шаги в области защиты среды. Конечно, впереди еще большой путь, но могу заверить скептиков. Я очень озабочен этой проблемой. Все мы озабочены ею. Председатель Верховного Совета СССР, генеральный секретарь, Николай Сергеевич Горбачёв. Экологический кризис, который мы переживаем, убедительное, хотя и трагичное доказательство того, что мир действительно взаимосвязан, взаимозависим. Нужна соответствующая международная политика и в сфере экологии. Только совместно мы сможем предотвратить трагедию. Но час решения наступил. Час исторического выбора. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы на перекрестке дорог, мы должны встать на путь развития невредящей среде. А для этого, прежде всего, должны жить в мире друг с другом. И, конечно, в мире с природой, ведь этот и другой путь неразделимы. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то в глубине моей души говорит. Делай, что можешь во имя природы. И я это делаю. Этот внутренний голос я называю «Глаз Господа». Он движет моими поступками. В душе каждого слышен глаз Божий. Нужно его услышать. Он живет во всех людях, которым дорога судьба планеты. Он объединяет нас. Он слышен каждому этот голос. Каждому, кому дорога Земля. Это был прощальный эпизод нашей серии. Спасибо вам, друзья, что вы присоединились к зрителям фильма «Спешите спасти планету». Настало время действовать. Фильм «Спешите спасти планету» создали продюсер Линда Харрор, ведущая Мэрил Стрип, от автора Рой Шнейдер. На русском языке фильм подготовлен к показу творческим объединением «Деловой мир». Перевод Ирмы Дрондиной, редактор Марина Савченко, режиссер Ольга Сазонова, звукорежиссер Лариса Рязакина, текст читали Ирма Дрондина и Валерий Миронов. Перевод Ирмы Дрондина